Восьмым чудом света назвали работы Эдуарда Казаряна посетители выставки, которая состоялась почти 40 лет назад в Лос-Анджелесе, а самого автора – волшебником, явлением невероятным. Еще две с половиной тысячи лет назад люди стали заниматься микроминиатюрой, но я понимаю, что людей, которые вообще достигли каких-то способностей в этой области, мало, потому что, очевидно, это дар Божий. Изначально этот автор известен как скрипач с мировым именем, то есть многие музыканты, и не только музыканты, его знают как скрипача, а вот это было его просто хобби. С 1947 года он начинает работать в этом направлении, на его счету около тысячи работ, и все они уникальны. Посетители выставки, которая открылась в музее Гаргипи в Анапе, смогут увидеть караван верблюдов в игольном ушке, саксофониста на половинке макового зерна, самую маленькую икону в мире, полтора миллиметра – это лик Иисуса, янтарный хачкар, на девяти миллиметрах которого уместилось 36 букв, молитву «Отче наш» можно прочесть только под микроскопом, букет роз, лепестки, которые состоят из рыбьих чешуек, на ножки из волоса, всего 200 деталей. Чарли Чаплин – тросточку, которого можно увидеть только при увеличении в пять тысяч раз. Все, что я увидела, просто приталило до безумия. Как-то с такими маленькими вещами можно работать. Смотришь, просто изумляешься, как человек смог это все воплотить, красиво изобразить, сделать. Ну, в общем, очень неповторимая коллекция. Это последние работы, которые создал Эдуард Казарян. Он ушел из жизни на 90-м году, но его имя уже внесено не микро, а гигантскими буквами в историю мировой культуры.